Закрытие Лачинского коридора является ударом по переговорам между Арменией и Азербайджаном при посредничестве ЕС, The European Conservative. Закрытие Лачинского коридора также является ударом по переговорам при посредничестве ЕС и мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в статье The European Conservative. Отмечается, что события на Кавказе приводят к гуманитарному кризису, поскольку в Нагорном Карабахе продолжается блокада этнических армян. Автор статьи напомнил, что азербайджанцы, выдающие себя за экоактивистов, с 12 декабря перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, Лачинский коридор. В результате 120 тысяч армян, в том числе 30 тысяч детей, оказались в ситуации нехватки продовольствия и медикаментов. Это удар по переговорам при посредничестве ЕС и мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном, которые, по мнению некоторых, являются признаком того, что ЕС заполняет вакуум, оставленный России на Южном Кавказе, отмечает обозреватель, вспоминая встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе и Праге. Обозреватель отметил, что турецкий телеканал, например, изображает азербайджанцев, закрывших Лачинский коридор, экологами, но очевидно, что правительство Азербайджана в настоящее время платит пиар-компаниям за подготовку экологических заключений, подписанных экспертами. Но один из них имел неприятное последствие, когда австралийский профессор отказался от своей подписи, обнаружив истинную основу статьи. В статье также освещены расследования армянских СМИ, согласно которым большинство протестующих никогда не занимались экоактивизмом, многие имеют военное прошлое и активно делятся проалиевским контентом в социальных сетях. Европарламент обсудил ситуацию 18 января. Действия алиевского режима были единодушно осуждены, а экологические протесты признаны фальшивкой. Глава делегации по связям с Южным Кавказом Марина Калюрант раскритиковала азербайджанцев, которые начали против нее охоту на ведьм. Мартина Михелс и Эммануэль Фраксос призвали к воздушному транспорту для обхода блокады и доставки гуманитарной помощи на Горному Карабаху. Автор статьи заметил, что, однако, другие структуры ЕС не осудили ее также. Депутат от Германии Ларс Патрик Берг, участвовавший в миссии парламента по установлению фактов в регионе, раскритиковал Еврокомиссию за двойные стандарты. Безрассудная близость президента Еврокомиссии Урсулы фон Дерляен к властям Баку – это цинизм, сказал депутат, отметив, что президент Еврокомиссии даже назвал Азербайджан надежным партнером. В то же время кажется, что ЕС усиливает свой ответ. После окончания двухмесячной наблюдательной миссии Европейский Совет объявил о своем плане направить еще одну миссию, подчеркивается в статье. Отмечается, что, несмотря на опасения азербайджанцев относительно новой наблюдательной миссии ЕС, Ларс Патрик Берг в беседе с The European Conservative выразил скептицизм по поводу того, что этого будет достаточно. Азербайджан пренебрег обязательствами, взятыми на себя подписанным им документом. Армянские военнопленные остаются в плену, а разрушение объектов наследия в Нагорном Карабахе не прекращается. Армения богата своим христианским наследием, и систематическое разрушение инфраструктуры и культурных объектов ужасно, сказал Ларс Патрик Берг. Однако в статье есть точка зрения, что президент Еврокомиссии подумает о том, чтобы отложить газовую сделку с Азербайджаном в долгий ящик и заполнить вакуум, оставленный Россией, тем самым обеспечив основные потребности населения Нагорного Карабаха.